привет всем какое-то время назад в комментариях меня попросили привести примеры сбывшихся молитв и я даже сказала что я запишу об этом ролик но потом я подумала и решила что ничего записывать и по этому поводу не буду но вернее я не хочу приводить кейсы сбывшихся молитв видео поговорить о молитве это запросто я хочу сегодня поговорить о молитве но приводить кейсы не буду почему потому что на мой взгляд такие вещи работают в двух случаях первое это когда собирается какая-то община религиозная но в основном нового религиозного движения как правило и вот они по очереди рассказывают о том как у них что-то сработало помолился его сдалась почему это у них работает работает очень хорошо я была на таких собраниях и все замечательно все довольны это работает во первых потому что люди хотят поделиться своей радостью и получить определенную реакцию они всегда получают от окружающих именно ту реакцию на которую они рассчитывают все радуются с ними а во-вторых это убеждение друг друга в том что то чем мы здесь сейчас занимаемся она работает это истина это правда видите вот наслышат что тоже конечно очень полезно но мы же с вами не религиозная община меня смотрят люди самых разных буддистских направлений школ да и не только буддисты представители других религий атеисты меня тоже смотрят так что у нас так не получится и сеансы разоблачения магии у нас тоже я думаю не получится ну вы знаете когда ведущий рассказывает о том как у него что-то сработало а такой скептически настроенный ведущий говорит ага а это было просто совпадение такого тоже не получится потому что я не скептически настроенный ведущий я нейтральный человек и к тому же верующие так что нет не получится но главная проблема этого заключается в том что когда мы рассказываем подобные кейсы анализируем именно как кейс ты попросила тебе воздалась мне кажется мы концентрируемся на только на одном аспекте религии а конкретно на аспекте вот той самой просьбы до выполнения достижения позитивного результата я там хочу себе новую работу я попросила и мне было дана новая работа но конечно это важные аспекты и люди как правило молятся для того чтобы чего-то добиться но это не единственный аспект на мой взгляд понимаете я общалась о молитвах с очень большим количеством людей и в рамках исследования и не только в рамках я общалась буддистами с христианами с мусульманами понятное дело и с антоистами общалась и с кем только ни и я очень люблю задавать каверзный вопрос о том а вот что если не сработает и знаете люди обычно это на это реагируют абсолютно спокойно во первых они держат в голове что конечно результат может быть и негативным и по этому поводу никаких особенно неприятных чувств не испытывают то есть говорят что-то вроде ну да ну бывает но не срабатывает это значит что тебе ну не очень надо или ну не судьба была не выйдет никак и все и поэтому я считаю что наверное самыми важными аспектами в молитве даже может быть более важными чем вот этот позитивный результат являются другие два аспекта вот я сегодня хочу о них поговорить первое это контакт с высшими силами конечно их можем можно контакт получить какими другими способами но я бы сказала что именно в тот момент когда мы наиболее уязвимы когда у нас все плохо и нам что-то очень очень нужно мы наиболее готовы к этому контакту смотрите можно конечно просто благотворить благодарить нам можно обращаться с благодарностью но когда ты обращаешься с благодарностью ты на свое спасибо не ждешь пожалуйста как правило а вот когда ты обращаешься с просьбой то реакции ты ждешь ты готов к этой реакции она тебе нужна и поэтому когда ты ее получаешь ты это чувствуешь ты чувствуешь именно то что ты не один тебя услышали я не знаю удается мне это объяснить потому что это в основном я сейчас основываюсь больше на своем опыте потому что да я говорил об этом с другими людьми и они это описывали но это ощущение вообще очень трудно писать на самом деле вот смотрите результат может быть позитивно может быть даже негативный ты можешь не получить но почувствовать что тебя услышали и то что в результате в твоей жизни произошло оно как-то намекает что ли на то что это результат твоих молитв может не тот который ты рассчитывал наверное даже наиболее ярко это ощущается именно в тот момент когда ты не получил то что хотел но результат какой-то больно интересный и необычный приводить пример давайте я не буду приводить прямо но я скажу что у меня был случай когда я попросила абсолютно осознавая что я делаю получила запрашиваемое и у меня тут же появилось очень четкое ощущение что взамен я должна буду что-то сделать и так и получилось это было даже не один раз это было несколько раз и я слышала такое других верующих причем что интересно не только буддистов вот этот момент когда ты чувств четко чувствуешь что вокруг тебя что-то происходит и ты находишься в центре вот этого самого это один момент и это очень важно действительно очень важное ощущение которое каждому верующим знакомо и оно очень ценно но есть еще один аспект и вот честно сказать об этом мы говорить не любим я имею ввиду верующие но оно есть это чисто психологические трюк это скажем так снять из себя ответственности за результат да те кто сейчас подумал а вы инфантилы нет нет это не совсем так понимаете в мире очень часто складывается такая ситуация как на которую ты повлиять уже не можешь никак никаким образом вот вам тоже пример скажем у меня кончается контракт на рабочем месте и мне его надо либо продлить его мне нужно куда-то уйти в другое место работать и вот я уже подала все документы на продление я подала документы в кучу всяких других университетов я это все сделала и в какой-то момент и понимаю что все вот больше я ничего данной ситуации сделать не могу нет может быть даже и могу не хочу вот не хочу я подавать еще кучу документов кучу разных университет а может даже могу и хочу но понимаю что в это вкладываться не стоит что я больше затрачу чем получу и вот такой ситуации я могу искренне помолиться за результат и осознавать что все я это дело передала со своей стороны я все сделала а вот теперь пусть им занимаются кто-нибудь кто более могущественный чем я кто более мудрый чем я и знает лучше чего мне надо а я займусь чем-нибудь другим может ли быть так что это вот это ощущение я передал ситуацию идет во вред ну например что человек там не знаю помолился и не делает того что он по идее должен был бы делать да конечно таких случаев куча он не бывают но проблема заключается в том что они бывают не только с молитвы и не только с верующими людьми в конце концов можно просто прокрастинировать можно находить отговорки почему ты не хочешь делать то что надо было бы сделать единственная разница в том что ты таких случаях будешь нервничать очень сильно потому что ты понимаешь что что-то нехорошее происходит и вот если выбирать не делать и нервничать или не делать или нервничать то конечно я выберу не делать и не нервничать целея нервы останутся правильно ну конечно это работает только в том случае если ты действительно веришь в результат если ты веришь что ты передал эту ситуацию и ей займутся. Поэтому, мне кажется, как раз ситуации, когда человек попросил, не получил и разочаровался в религии, случаются с людьми, которые или изначально были неверующие, решили просто внезапно попробовать, или с теми, кто номинально верующий, но до этого храм в церковь не ходил и попробовал впервые. Потому что, как я говорю, для верующего ценен любой результат, он его примет, потому что это не твоя ответственность, ты с себя её уже снял, ты себе обозначил, что этой ситуацией ты больше не занимаешься. Ею занимаются другие, те, кто тебя выше. И всё. Ну, и, наверное, опять же, я абсолютно уверена, что у многих атеистов, которые меня смотрят, сейчас возникает вопрос, ну а почему нельзя просто отпустить ситуацию, просто без всего вот этого вот вашего магического мышления просто взять и отпустить её? Пусть она плывёт, а ты не занимаешься. Да, можно, можно и, наверное, так лучше всего. Знаете, я человек очень тревожный, повышенно тревожный. Эту тревожность до конца не снимает ни психотерапия, ни работа над собой, ни буддистская практика, ничего его не снимает, оно со мной как было, так и осталось. Может, когда-нибудь я от этого избавлюсь, но стоит уже жить, рассчитывая на то, что оно может и не случиться. Я всегда останусь вот такой вот, ну, маленький тревожный комочек. И мне нужны костыли. Я точно знаю, что есть те, кто мне может эти костыли предоставить и не подумать при этом во мне плохо, потому что, опираясь на эти костыли, я сделаю больше, чем не опираясь на них. Поэтому я выбираю их использовать. Хорошо, что я могу их использовать, хорошо, что во мне есть вера и хорошо, что у меня есть контакт с теми, кто мне может в этом помочь. Так что, ребята, вот вам важная мысль. Не отбирайте у людей костыли, они им нужны. Ну что ж, это все. Спасибо за внимание. Пока-пока.